Мир, дорогая церковь, мы рады приветствовать те, которые сегодня посетили Дом Божий. Замечательное время Господь дал нам, чтобы сегодня, читая Слово Божье, молиться, прославлять Господа, восхищаться Его божественной милостью. Поэтому пусть наше все естество будет проникнуто тем, чтобы общаться с нашим великим Создателем. Помолимся. Тебе, единому премудрому, славному Богу, чести и поклонения, потому что мы дети Твои. Потому что Твоя любовь, она безгранична, и мы просто восхищаемся Твоим могуществом, что Ты проявляешь его в нашей жизни. Мы видим чудеса, которые Ты совершаешь в нашей жизни, и те, которые были, и которые есть, и которые будут. Благодарим Тебя, Господь, за все это. И самое великое, что есть в нашей жизни, это спасение. Помоги за это всегда благодарить Тебя, помнить, дорожить этим, и стараться все больше и больше возрастать во спасениях. Будь милостей, благослови сегодня и это вечернее собрание. Оно направлено, пусть будет, для славы Твоей, направлено для укрепления нашей веры, познания Твоих божественных истин, чтобы мы могли понимать их, и жить по Слову Твоему, чтобы самым главным в нашей жизни было исполнение воли Твоей, Святой. Благослови сегодня Слово проповеди, чтобы оно было как от Тебя, Великого Господа, и с полной силой свыше братьев, которые будут передавать Слово Твое. Благослови также пение, чтобы оно было назидательное. Пение вдохновения, чтобы Ты вдохновил наших братьев и сестер, чтобы они с такой радостью, славой пели для Тебя, Великого Господа, чтобы Тебе было это пение приятно. Благослови, чтобы оно было назидательное для народа Твоего. Благослови наши молитвы и молодых, и пожилых. Благослови наших детей и малолетних, и более постарших, чтобы они понимали Слово, чтобы они проникались этим Словом, чтобы они любили это Слово. Благослови нашу практическую жизнь, чтобы, выходя сегодня из Дома Божьего, мы могли подчеркнуть у Тебя божественные уроки и исполнить их в нашей практической жизни. Пошли покаяния тем, которые еще не примирились с Тобою, чтобы сегодняшний вечер для них был вечером спасения. Тебе во славу, Великому Богу. Аминь. Аминь. Шестьдесят пять и двести тридцать шесть, нотный сбор. Шестьдесят пять и двести тридцать шесть, нотный сбор. Песня. Шестьдесят певи. Песня. Шестьдесят пять и двести тридцать шесть, нотный сбор. ПЕСНЯ 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 И не прославит имени Твоего, И воды едим слён. Все на правительстве и поклонятся все как пред Тобою. Все на правительстве и поклонятся все как пред Тобою. Поклонятся все как пред Тобою. Поклонятся все как пред Тобою. Проведенный Господи, Проведенный Господи, Боже, Своя святая житель, Истинный праведный суды Твои, Боже, Седержительца сляты. Если твой дух утомится в трудной житейской борьбе, Друг мой, начни ты молиться, Это досел у Тебе. Если забота с нуждою, Да от усталого бродь, Бог добрый будет с Тобою, И управляет Твой путь. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Сердцу усталому в жизни, Силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Сердцу усталому в жизни, Силу молитва дает. Если мечты и желания Жизни разбиты Твои, Не оставляю попания, Силу престола любви. Если болезни и страдания, Душа Твоя подросут, Тяжкие дни испытания, Слезы из глаз потяну. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Сердцу усталому в жизни, Силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Сердцу усталому в жизни, Силу молитва дает. Друг мой, начни ты молиться, Силу молитва дает. Силу молитва дает. Силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Сердцу усталому в жизни, Силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот позовет, Пусть Тот позовет, сердцу устаному жизни, силу молитва дает. Если Твой Дух утомится, в трудной жительской борьбе, Друг мой, начни ты молиться, это даст силу Тебе. Но в суеты превратиться, в тихий земли, врача, Мир любого царица, в ранние мрачные стена. Кто и кто удавленный, Богу пусть Тот позовет, Сердцу устаному жизни, силу молитва дает. Кто и кто удавленный, Богу пусть Тот позовет, Сердцу устаному жизни, силу молитва дает. Ну, здравствуй. Я Христос, покинутый Тобой. Я тот, кого Ты поспешил оставить. Ты предпочел остаться с пустотой и вместе с ней решил сегодня править. Ты не спешишь вернуться. С пустотой Тебе уютно вместе и комфортно. Но крик Твоей души я слышу все равно, А ей сейчас невыносимо больно. Мне не понять, зачем Ты променял мою любовь и счастье На игрушки, которые Тебе любезно Мерсией подыскал, Чтоб Ты забыл о мне и не искал уж больше. Но вспомни, Ты — мое любимое дитя. Я ночь провел, молившись в Гефсимании. Я взял Твой грех, все зло внутри Тебя, И заменил любовью. Понимаешь, я за Тебя страдал и умирал. Я проливал святую кровь на землю, А Ты воротишь зля свой от креста, Отмахиваясь от спасения беспечно. Услышу я Тебя. Ты только воззови, и я отвечу. Прочь, гони сомнения. Я так Тебя люблю. Пойми же это Ты. Я не хочу, чтоб Ты страдал в мучениях. Я буду ждать Тебя с любовью неземной. Приму Тебя обратно издалече. Прошу, не опоздай. Ведь Ты тот, за кого мне Крест Голковский Сдавливает плечи. Сдечи роки розстелись, Гендонево краю. Поміж трамп посохлих вітерів Нірко завиває. Сонце випалило з Тебя, Ні води, краплини, Постепую на хвіде латані, Слитині. Сонце випалило з Тебя, Ні води, краплини, Постепую на хвіде латані, Слитині. Доле ж моя доле, Що приїде я Тебя, Як прийти до Батька в ділий, Що йому сказати? Доле ж моя доле, Простелиська з Тебя, Хто ж мене так озно Додому прийме? Лише батька, Лише в дім, Лише в рідну негу, Поміняв на гілку воду Матінку стареньку. Боже, що ж я наробив, В ту лиху годину, І розніся з Тебом крик Блудної дитини. Боже, що ж я наробив, В ту лиху годину, І розніся з Тебом крик Блудної дитини. Доле ж моя доле, Що мені діяти, Як прийти до Батька в ділий, Що йому сказати? Доле ж моя доле, Ростелиська з Тебом, Точне літако знов До дому прийметь. Скільки горя, Скільки сліз Зазнав на чужині, Простий, Батько, Тяжкий гріб, Ти своїй дитині. Серце кров'ю Облилось у старого батька, Слези щастя на очах, Я ж босейна бачу. Сину, ріди, сину, Ти ж моя дитина, Кращі шапи, Одягни, Си, старусь не піну. Сину, ріди, сину, Ти ж моя дитина, Обійму міцніше я Забуду провину. Степ широкий, Ростелись, Ген до небо краю, Поміж там, Усок дохвітель, Гірко забылає. Нотний спорник. «Что ти так печален, Разве ти забыл, Тот, хто безначален, Дух твой возлюбив?» Слав Шкин. «Что не так печален, Разве ти забыл, Тот, хто безначален, Тот, хто безначален, Дух твой возлюбив?» Вечный Он расстался с небом на земле, Для тебя сетался, враги и пыли. Мы племо на траву смерти и грехов, Чтоб тебе дать славу от своих дорог. Возле нет печенья, Божий дар принять, И к тебе сомнения так мешаются. Вдруг небес смущаясь врачких голосах, Вновь для них божаясь в теплым небесам, И печаль рассеет, Пусть любит и сталь, И тебя согреет, Божья теплота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И они живут по ветхому уставам, По устройству ветхого завета. Оказывается, может. И после того, как у нас было прошлое с вами собрание, Мне приходилось с членами нашей церкви Беседовать, которые в проекте в этом не участвовали, Но все-таки для них эта тема была не лишней. И даже сегодня утром мы об этом говорили с друзьями Во время поездки, что, к сожалению, Могут сегодня семьи быть устроены неправильно. Когда-то, когда Иоанн Креститель готовил народ Иудейских к пришествию Иисуса Христа, Он сказал такие слова Кривизны должны выпрямиться, да, И неровные пути сделаться гладкими. То есть что-то нужно поправить, Если кривизны действительно есть. Я с вами, прежде чем мы продолжим обсуждение вопросов, И напомним, для тех, кто не был с нами в прошлый раз, С чего уже все начиналось, вкратце напомним. Я предложу вам место Священного Писания, В котором мы видим разговор Иисуса Христа С учениками о семье. Мы прочитаем всего один стих. Девятнадцатый. Из Евангелия Матфея. Ой, девятнадцатой главы, прошу прощения. Матфея, девятнадцатая глава, десятый стих. Кто из нас, большая часть, знает Евангелие, Знает, о чем речь, в каком контексте, То вы сразу уловите мысль, почему и как это все обговаривалось. Итак, Матфея, девятнадцатая глава, десятый стих. Говорят ему ученики Его, Если такова обязанность человека к жене, То лучше не жениться. Есть ли обязанность таковая мужа или человека? Улавливаете разницу? Человек в семье. А вторая половина это вообще кто? Да. Это человек. А это жена. Посмотрите на супружницу рядом и задумайтесь вопросом. Насколько она вообще человек? Но апостолы, ученики Христовы, И это уже, наверное, не на первом дне следования за Господом, Они уже апостолы. Вот так они ставили вопрос, как они понимали, наверное, По духу, по исторической обстановке того времени. Если такова обязанность человека к жене, То лучше не жениться. Такая обязанность. Так что, лучше было и твоему папе не жениться на твоей маме? Вообще, нужно ли сегодня ограничивать человека большими обязанностями? И когда мы сегодня с вами даже поднимаем вот эти девять важных вопросов, Рассматриваем, что говорит на эту тему Священное Писание, Действительно ли у наших жен, о человечности которых мы все уже давно выяснили, Нужно иногда спрашивать, чего ты хочешь от меня? То я вот думаю, когда вот встретил этот текст дома, готовился, думаю, Если бы мы стояли вот в кругу апостолов Иисуса Христа, И сказали, слушайте, апостолы, Ну, даже нет вот еще первых строчек нового за это, Но в Ветхом же Завете сказано, что у человека, то есть мужчины, Есть реальные обязанности. Как вы этого не знаете? И кто не знает? Ведь в то время самым близким народом, пока не было церкви, Самым близким народом, самым знающим Бога и Божьи уставы, Какой был народ? Народ иудейский. И этому народу, который вроде самый просвещенный, нужно что-то исправлять. Какие-то кривизны вот здесь. Какая должна быть семья? Мы бы сказали, ну неужели вы не знаете, Возлюби ближнего твоего, как самого себя, Уже по уставам того времени. Но он говорит, возлюби ближнего, как я возлюбил вас, да? Он говорит, ну тогда бы мы, наверное, получили ответ. А кто же ближнего? Это просто жена. Понимаете, какой раз? Ближнего, а то жена. В сегодняшний день, подходя к обсуждению этих вопросов, А эти вопросы не просто сами по себе родились, Они показывают в том, что проблемы есть, трудности есть, Новый Завет сопровождается жизнью, К сожалению, жизнью людей внутри семьи христианской по уставам Ветхого Завета. Это неправильно. То мы подводили некоторые итоги по следующим вопросам. Брат Илья еще раз вслед за мной высветит вопросы, какие были. Для тех, кто не был с нами в первый раз, вы послушали. Были поставлены несколько вопросов семьям, которые участвовали в обсуждении. Насколько важна роль добытчика по шкале 1-10? Его, второе, отношение к ней на эмоциональном уровне. Третье, время, которое выделяется для общения в семье. Четвертое, забота о ней в практической жизни, жертвенность, Забота о немощном сосуде. Пятое, насколько ее расстраивают или нет дружелюбные взгляды другим женщинам и девушкам. Шестое, доверие ей целого списка вопросов по хозяйству, можно ли ей доверять. Седьмое, насколько важно для счастья христианки в новозаведней семье, когда муж ее является знакомым лидером и пастором семьи. И песенка в семье священника отец, она реально воплощается. И восьмое, насколько важна его роль как отца воспитателя. И девятое, способность вносить ссоры из избы. Часть этих вопросов мы уже с вами обсудили. И при подведении итогов участвовало где-то 20 семей. У нас семей в хрифании гораздо больше хороших, которые стремятся жить по Евангелию, которые стремятся строить свои отношения внутрисемейные. Но если бы я все обсуждал, вернее собирал информацию, это был довольно долгий процесс. Более 20 семей и то заняло время. И вопросы, когда мы подводили итоги вот этим составом, то увидели, что сначала душевная близость, потом духовная забота, а потом уже вопросы хозяйства. Вот так вот все вопросы. Брат один спрашивает, все вопросы важны? Все вопросы важны. Но одни важнее, другие чуть менее важны. И вот сегодня мы коснемся пятого. Что стоит на пятом месте? Духовный лидер и пастор семьи. То есть он ведет жену, детей к поклонению и познанию служений. Или он доверил это воскресным собранием. Идем на собрание, будет воскресенье, будет вторник, там все услышишь, там тебе разъяснят. Это вообще моя забота или нет? Но если я не проповедник, не богословие никакого не заканчивал, сегодня это моя забота или нет? Я вспоминаю беседу одного семейного служителя, он говорил, если Господь сказал жене было бы муж, значит человек уже лидером. Это уже слово, ставшее почти русским, хотя оно английское. Лидер. И говорит, раз ты лидер, ты не можешь ничего сделать, уже ты стал таким. Ты должен вести, лидер это вести. Ты должен вести богопознание и ее. Если Бог дал вас лидер, и деточек. Богопознание это твоя именно задача. Есть ли сегодня такая проблема, что часть мужчин переложила это на церковь? Увы да. Увы да. Как это влияет на счастье замужних христиан? Конечно же, уже какой-то кусочек отрезается. Уже видишь, что муж об этом не радеет. И я бы сегодня, ну сегодня все-таки больше, чем 27 является слушателем этой темы. Сегодняшний день, вот так вот положа руку на сердце одно, рука, и другая рука на Библию. Сегодня в моей семье, если я лидер, есть чтение священного писания? Помимо собраний, помимо воскресной школы, сегодня есть чтение священного писания? И опять мне все сказали. Вот. Смотрите, друзья, если мы даже работаем по первым сменам, если утром кому-то надо убегать на учебу, на работу, и режим графика такой вечером, почему бы не собраться? Собираемся же вокруг стола, чтобы покушать. Собираемся вокруг фильма, чтобы посмотреть. Почему мы не можем собраться вокруг священного писания? Если это есть, это прекрасно. И смотрите, что об этом говорилось в священописании. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе». Бог говорит к лидеру. «Заповедую тебе сегодня в сердце твоем, а дальше не просто для себя самого, мои слова только для тебя». А дальше мы читаем, это в Второзаконе 6 глава 7. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась и вставая». Один брат говорит, ну график напряженный, это служитель. Он говорит, график напряженный, работа, служение. И что я делаю? Так, дети, когда они уже способны что-то слушать, в машину. Я еду из пункта А в пункт Б, по дороге вы мне рассказываете, что у вас в школе, какие взаимоотношения, молитесь вы или нет, с чем столкнулись, какие вопросы, что непонятно. «И идя дорогу, и сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась и вставая, внушай их в твоей семье». Когда наша помощница видит такое отношение, что брат, супруг ведет семью Бога по знанию, это хорошо, это покой. И еще, если бы сегодня мы встретили семьи Ветхого Завета и семьяного, ну можно было бы вот так вот нас объединить и поговорить. В то время в Израиле семейные люди с нами бы поговорили. И знаете, что интересно, те люди, которые выросли в иудейской семье, правильно поставленная была роль отца, они говорят, а вот что было с нами, мы с вами поделимся. И они действительно поделились. Книга Псалтырь показывает ихнее мнение. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какой ты садил во дни их, во дни древние». Кто рассказывал? Отцы. Отцы рассказывали. Так еще написали. Псалом 77-й, третий стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, у них чтобы была настолько легкая, вольготная жизнь, четырехчасовой рабочий день, чтобы было время для детей и прочее». Я думаю, отцы были на своем месте. Даже во времена Гитлова Завета. Порой, конечно, пример ставят отцов, которые уезжают на миссию. Вот сегодня с братом разговаривали, говорят, вот человек уезжает на миссию. Есть такое, даже иногда мы в проповедях такое слышим, что вот брат уезжает, и он многие-многие вопросы, «Господи, я уезжаю, а семья остается руководителем, позаботиться о некоторых вопросах по ослабжению». И говорит, как хорошо, и Бог вот благословляет, и все. Ну, если по ослабжению только, то да. Но ты уезжаешь, брат, или собираешь своих. Может быть, на будущий год. Может ли Господь обойтись без тебя на миссии? Если мы говорим, Господи, я уезжаю, но, пожалуйста, все, что я не буду делать здесь, вот в воспитании, в заботе, пожалуйста, восполни мое отсутствие. И мы надеемся на помощь Божью. Бог может восполнить без меня? Конечно. А может Бог без меня на миссию обойтись? Нет. 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 Смотрите, какие разные ответы. Если сегодняшний день мои отношения с Господом и моей семьи поставлены не вполне правильно, и как мы сегодня так в народе говорим, тыл не крепкий, то если ты не можешь всей семьей уехать куда-то на миссию, то, может быть, Господь тебе побуждает прежде всего доделать не доделанное. Это очень важный вопрос. Следующий вопрос по обсуждению, которое было в семье. Насколько важно для счастья христианки, когда ее муж дружелюбно, общительно разговаривает с другими сестрами более молодыми? Я жена его юности, но юность прошла и его, и моя. А теперь она разговаривает с более юными. Насколько это важно? И я посмотрю, ну почему на шестом месте? Возможно, в наших семьях, тех, которые принимали обсуждения, в этом вопросе многое поставлено правильно. И не только Ио положил завес глазами своими, но и наши братья, участвующие вот в этом проекте. Но что говорит Священное Писание? Ревность доводит до ярости. Так или нет? Почему моя жена вся на иголках? Что такое? Откуда ревность? Ведь ревность – это дело плоти, нехорошо ревновать. Но вот совсем недавно, в течение этих двух недель, мне попалась фотография одного человека в нестаршей церкви, сына дьякона, обнимающего девицу. Он так и сын дьякона – верующий член церкви. Он не просто сын дьякона, сам не ведущий. Обнимающие девицы. Ему задавали вопрос, ну как? Ты же будущий муж, ты уже в парубок такой, что пошел на работу, уже вот-вот семья образуется. В ответ – это наше поколение. Это дети, которые растут сегодня в церквах, и вот-вот образуют семью. Вот. Ну а что тут такого вообще? Что тут такого вообще? Насколько сегодня церковь и понимание целомудрия актуально воплощается и понимается правильно даже до брака. Я уже не говорю о браке. Ведь что для нас иногда может быть тормозом? Я так думал. Для нас, для меня самого. Вот. Что? Что сегодня нас останавливает и приводит в правильное понимание? Писание говорит Бог через Писание, Дух Святой через Библию. Миловидность обманчива. Это где написано? Притча, 31 глава, 30 стих. Миловидность обманчива, и красота? Суетно, да? Суетно. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвилой. То есть ей, моей, уже не молодой, можно до сих пор восхищаться. Кто ответственен за то, чтобы она боялась Господа? Муж. Муж. Муж ответственен. Где-то она сама, она может противиться, но помочь ей с помощью Божьей больше знать Господа, пребывать в страхе Божьем. Это и моя. Мы на эту тему обсуждали как бы предыдущий вопрос. Если жена не вполне верующая, есть такой текст уже в Новом Зайде. Почему ты знаешь жена, да? Не спасешь ли мужа или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Спасти ее, стреляя глазами по сторонам, это вообще невыполнимая задача. Вообще. Даже если семьи женились в мире, а сегодня они уходят в церковь, и ей нужно помочь, она где-то отстает духовного развития, спасти ее и бегая глазами по другим женщинам, это невыполнимая задача. Что нужно Господь делать так, чтобы моя супруга боялась Господа? Седьмое. Время выделено для общения с ней. Ой, столько задач, столько проблем. С работы едва пришел, нужно с детьми поговорить, что-то выяснить еще по служению, а тут еще и время. Есть ли в наших сегодня семьях, которые и меня сегодня слушают, такой вопрос возникает. Слушай, ты пришел, к тому позвонил, себе поговорил, со мной поговори. Часть сестер говорит это своим мужьям? Со мной поговори, пожалуйста, что у меня на сердце. Вполне возможно, говорит, ну что ты еще можешь сказать? То, что говорят наши, в наших семьях обсуждается, оно с точки зрения масштаба вечности не всегда правильно. Говорят, ну что ты думаешь еще сказать? Ну ладно, послушай, послушал, наговорила, и ты думаешь это важно, тебя это беспокоит. Давайте проведем некоторую параллель между нами и Господом. Если мы говорим Господу о той проблеме, о другой, о третьей, вот наступила осень, не знаю где картошки закупить, чтобы на семью хватало, мы говорим это Господу. И Бог нам бы отвечал, слушай, в масштабах вечности, спасения, глобальные вот эти задачи, я говорю, ну что твоя картошка? Не буду слушать. Так Господь поступает? Совсем нет. Бог настолько любит, заботится, внимательно к нашим нуждам. Он понимает, что может быть проблема мелочная, но она тревожит сегодня меня на земном уровне. И Он приглашает меня к молитве, мы сегодня молиться будем ему. Приглашает, говорит, давай, я на тебя нахожу время. Мы говорим, преклони ухо твое, Господи, к моим нужным. Он говорит, такие слова. Псалом 61. Народ, надейтесь на Него во всякое время и дальше. Очень важно. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежит. А что там на сердце? Большое важно. Мелочное не важно. Изливайте сердце. Если сегодняшний день я не научился слушать и что-то считаю неважно в своей семье, то может быть мне самому нужно слушаться Господа и взять от Него пример. Мы хотим, чтобы слушали с нас как Господа, но может быть нам сегодня так же научиться, как Господь слушает. И вот в этом смысле очень интересен пример. Вот время выделено для семьи, для общения с женой, в том числе. Пример одного служителя. Он поделился своим мнением. Он говорит, был период, когда я еще не был пастором церкви, я учился в семинаре на дневном обучении. Это серьезная нагрузка. Не быть заушником, который приезжает раз там в квартал или в полугодие сдавать зачеты. На дневном отделении. И была небольшая стипендия, но не покрывала всех расходов. И мне нужно было после работы, опять время как урезается, после работы где-то еще работать. Он говорит, это вот мой опыт. Понятно, сколько осталось для семьи времени? Почти ничего. И он говорит, ну что, беседую с одним из преподавателей в этой семинарии, а он говорит, вы сильно надавливаете на предметы, на знания, на экзамены, на пятерки. Неужели вы считаете, что это очень важно? Он говорит, я посидел, подумал. К нам, студентам, взрослым мужчинам, преподаватель такое сказал. И подумал и посмотрел, что по некоторым предметам, я действительно посоветую этому преподавателю, могу съехать на тройке. Ну почему? Не потому, что предметы не важны, а потому, что информация, которую дают на запоминание. Вы запоминаете те факты, те, 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 можно найти в любом справочнике. Я поговорил с преподавателями, он говорит, что я здесь даже стараться не буду. Посмотрел. И говорит, в результате этих моих подсчетов вот я выигрываю в неделю семь с половиной часов для семьи. В неделю семь с половиной часов для семьи. Это важно? Очень важно. Сколько часов всего в неделю? Всего ничего. Вот я выигрываю, здесь я немножко упущу, здесь выигрываю общение с детьми, общение с женой, какой-то совместный отдых, разговоры, переживания. Вот. Это очень важно. Что сегодняшний день занимает мое сердце и отрезает кусочки времени от нее, от детей? Что происходит? Это сегодня вопрос как бы лично каждому. И следующий вопрос. Насколько важна роль добычника? Вы знаете, этот вопрос вообще на восьмом месте. В наше непростое время, вот сегодня опять с другим братом разговариваем, говорит, мы видим просто как в Украине происходят процессы, ну, довольно печальные в экономике. И возможно то, что сегодня стоит на восьмом месте, завтра будет на четвертом, а потом на втором. Говорит, настолько тяжелой становится жизнь, настолько покупательная способность украинской валюты, гривны падает. И к чему это, если Господь не придет, к чему это вообще приведет в дальнейшем? Неужели вопрос материального снабжения не так важен? Одна сестра рассказывает и говорит о своих переживаниях, которые участвовали во всем этом. Она говорит, знаете, мой муж не занимается евроремонтом, не автослесарь и большого бизнеса он не может построить, но он трудится как он может. А остальное Господь дополняет своей благодатью. Что не хватает, Бог как-то с другой стороны посылает, как может, но и он все-таки старается. И для меня очень важно, чтобы семья была. Да, деньги нужны, но Господь все-таки восполняет. А другая сестра говорит, а у нас по-другому. И она говорит это задолго до того, как мы это обсуждаем. Этот разговор уже был лет 12 назад. И она говорит, ну вроде мы семья христианская, но стыдно сказать, нет денег. Его с одной работой выгоняют, со второй. И он говорит, денег нет на питание, сегодня будем в посте и молитве. И завтра в посте и молитве. И говорит, мне надоело, я уже пошла, устроилась коронавчица в те же марши. И все, уже его роль я уже, как бы, финансовую сама на себе несу. И думаешь, кто на каком месте, кто чью роль занимает. И все равно это на восьмом, как бы, сегодня пока на восьмом месте, материальное обеспечение, полный достаток не главное. Видимо, наши сестры и наши братья во всем этом участвующие понимают правильно, что не хлебом единым. Очень важны средства, но не хлебом единым. И, наконец, на последнем месте. Можно ли нашим женам, на которых мы женились, и которым сказали столько ласковых слов, после брака на второй день доверять? Именно хозяйство. Можно или нет? Если хозяйство есть, да? А если, как у меня было, мы когда женились, и наши родители обещали и то, и другое дать, но в результате мои родители не имеют. Но в результате у нас была вместо шифонера коробка из-под телевизора. Вот. Некоторые обещания моей бабушкой, данные в отношении жилья, были разрушены, хозяйства нет. Но все-таки перед моей семьей молодой были какие-то вопросы, что-то надо купить, что-то должен выбрать я вместе с ней, что-то она без меня. И вот тут вопрос не нужно. Можно было даже в то время доверять. Это очень серьезный вопрос. И не только для моей семьи, но и для многих. Или каждый раз, что бы моя жена не захотела, не пожелала, в благоустройстве даже дома уже имеющегося, нужно приносить все решения на подпись, ведь я глава. Что говорит Библия? Как нужно себя вести, чтобы не огорчать ту, которая стала помощницей и развил со мной единственную земную жизнь? Давайте посмотрим мы на тексты Священноописания. Должна ли она меня во всем слушаться? И, наверное, я женился, чтобы меня хоть кто-то слушал вообще. Притчи, 31 глава. Интересно, о какой семье вообще говорит Соломон? Мы прочитаем два стиха. Мужчина, пожалуйста, прочитайте эту пастель. Она встает еще ночью, ну пусть встает. И раздает пищу в доме своем и уроченно служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его от плодов рук своих, насаждает виноградник. Я вот и сегодня перед проповедью думаю, вообще о какой семье идет речь. Задумает она о поле. Что, поле в то время, когда жил Соломон стоило на уровне зеркальца или заколки? Наверное, тоже было дорого. Насколько обеспечена семья? Ну, какие-то вопросы она имела возможность решать сама. Он хвалит женщину за мужем. Вот жена, боящаяся Господа. Кто приобрел добродетельную жену, цена ее, высший жемчугу. И вот она вот задумает и вопросы решает. Я вот так вот проанализировал, представил себе. Встает еще ночью. И вот где-то так под утро. Она говорит, Ваня, к примеру. Его зовут Ваня. Говорит, у меня такая мысль, 20 гектаров, давай. Представляете, его глаза. Он уже не спит. Или он воспитан правильно. Он воспитан правильно. Говорит, жене все-таки что-то можно доверять. Есть идеи, которые у нее хорошие. Вот. И он говорит, ну, там бланк лежит. Заполни все по форме. Рассмотрим. Подпишем. Продумаем. Выделим. Так у нас вообще должно быть. Можно ли что-то доверять? Как моей семье. Для меня это тоже, вы думаете, я легко пришел к этому. Пришлось много кривизнов на эту тему. Богу через различных людей поправлять и в моей голове. У нас обсуждаются покупки различные. Что-то без обсуждения. Это ее список. И в меру каких-то финансовых возможностей даже не советуюсь со мной. Доверие есть. Какие-то важные покупки или мероприятия обсуждаются. Обсуждаются. Все-таки я глава или как? Но что произошло на поверху опыту? Может ли в каких-то вопросах моя и твоя помощница соображать лучше тебя и меня? Может. Может. Спасибо, Андрей. Может. Может. Как глава я принимал судьбоносные для нашей экономики, экономики моей семьи решения и отклонял какие-то очень хорошие идеи, которые прокормили бы меня и мою семью не один год. Я глава, я принял решение. Теперь жалею. Теперь жалею. Я глава, я запретил. Теперь жалею. Есть ли край между двумя библейскими текстами, которые об этом вопросе говорят в Священописании? В вопросе доверять, не доверять? В чем доверять? Что это за два текста? Давайте мы посмотрим. Бог сказал. Адам уже сказал Господь. Бытие 3 глава. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, что она нам решила, да, в семейном рационе. О котором я заповедовал тебе, сказал, не ешь от него. Ты послушал голоса жены, а я сказал по-другому. Смотри, вот есть такой момент. А вот другой текст. Бог сказал другому мужчине, у него семья, у него жена. Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Здесь был, с одной стороны, в первой ситуации, был реальный запрет Бога. Если женщина что-то говорит и придумывает что-то, иди какую-то бросает, но Бог это запретил, понятное дело. Ты глава, ты отвечаешь за все последствия. Должен что-то отрегнуть. Но, вот момент, который он встретил в другой семье. Трудный момент, тяжелый. Вопрос семьи, его устройства, наследования, кто будет наследником. Что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. У нее будут быть совсем неплохие идеи. Может сегодня у моей помощницы и у твоей быть? Конечно, может. Писание говорит, что она наблюдает за хозяйством в доме своем. Кто наблюдает? Женщина. Замужняя. Она наблюдает. Если сегодня я стараюсь, как глава семьи, понимая, что должен вникать во все, абсолютно во все вопросы, перечитай Библию. Что-то Бог дал в управление жены. А теперь мы с вами подведем некоторые итоги. Есть ли у нас то, что мы сегодня упустили? Как братья, как сестры, поможцы. Можем ли мы что-то исправить, какие-то кривизны? Сегодня задал вопрос одному брату, а этот вопрос у меня давно, лично для меня. Можем ли мы сегодня нашей помощнице сказать, я с тобой хочу поговорить как член церкви? Скажете ли вы, я членское собрание не начинал. Может ли сегодня сестра, которая вынуждена, живет по Ветхому Завету, потому что муж нам устроил сказать, стоп, Новый Завет, я с тобой хочу поговорить как член церкви. Может и имеет право. И это не грех, и это не непослушание. В сегодняшний день Господь говорит, я хочу, чтобы у вас был Новый Завет и счастье Нового Завета. Иисус считает, что желание быть первым в семье, мы это с вами выяснили и увидели, это аналогично взять на себя ответственность. Да, есть какие-то права, но это ответственность быть слугой, помогая ей, помогая детям, помогая настолько, чтобы даже окружающие с вами говорили, потому узнать, что вы мои ученики, если вы имеете усердную любовь между собой. Я думаю, вот как бы подытожить, мы можем помолиться сейчас. Что не так, Господи, ты образумляй меня, образумляй ее, я все-таки тружусь и мне нужна твоя помощь, чтобы у нас семья была христианская и светом твоим, и солью твоей. Но сегодняшний день, даже когда мы придем домой, можем ли мы, как Иисус спрашивал людей, вот чего ты от меня хочешь, спросить у нее. Сегодня я хорошо тебе слушаю во имя Господа и во славу Его. Я думаю, можем. А теперь, друзья, о чем мы сегодня можем помолиться? И сегодня эта тема родилась не случайно. Я вам скажу, в мое сердце было ненависти не только, потому что в нашей семье с моей дочерью что-то такое произошло негативное. Я понял, что это не единоразовый случай. Христиане подтвердили, что проблемы христианских семей не единоразовый случай. Сыновья служителей себя, я вам сказал, как на фотографиях ведут, это не единоразовый случай. И сегодня сама именно семья или понятие семьи, правильное понятие, почему-то упускается из виду. Для того, чтобы церковь была церковью, церковь была не в поношении, а славой Господа, я думаю, нам есть о чем помолиться, есть о чем переживать, и, возможно, есть что исправить. Пусть Бог благословит вас в этом. Аминь. Пусть Бог благословит вас в этом. 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 Добавил субтитры Семенович 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 В крестьянской рубахе, походка чинной, шел в лес он по грибы с большой корзиной. Вдруг наших спорщиков крик услыхал, послушал, седой головой покачал, и грустно взглянув из-под брови лохматых, сказал петушкам, «Погодите, ребята, вы много о Боге, друзья, говорите, кто больше пред Ним разбираться хотите, но правильный спор разрешите едва ли, поскольку вы вряд ли когда-то читали о том, что ответил Спаситель Христос, когда Ему задали этот вопрос, смущенные Ему петушки отвечали, «Ну что вы, мы точно об этом читали, но что-то вот слегка подзабыли, когда это было, о чем это было, и если вам то не составит труда, напомните нам о Советах Христа, охотно напомню». Случилось однажды, меж учеников разговор вышел важный, заспорили как-то и спорили долго, Спаситель услышал, о чем они спорят, и груз промелькнула в его светлом взоре. Приближившись к ним, он сказал им, «Друзья, мирские владыки, цари и гназья свой трон утверждают жестоким насилием, людей покоряя со властью и силой. Закон их гласит, кто сильнее, тот прав, но пусть между вами все будет не так. Кто хочет быть первым, пусть станет слугою и служит другим со смирением, с любовью. Кто хочет быть большим пред Богом Отцом, пусть станет для всех вас последним рабом. И я в мир пришел не владыкой надменным, но кротким слугою пред Богом смиренным. Пришел для того, чтобы всем послужить и кровью своей грехи искупить». «Вот так-то, друзья, — улыбнулся старик, а вы тут затеяли спорщики в крик. Ну что же, теперь разрешили? В стыде петушки гребешки опустили. И смогли, впервые задумавшись вдруг, о чем, как ты думаешь, милый мой друг?» «Поминания» «Блаженто том, где нас в стежке открыта, Тебе, Господь, спасите всех людей! Где среди гостей больших и знаменитых Ты всех дороже, ближе и милей. Где все сердца летят тебе навстречу, Где все глаза к тебе обращены, Где уши всех отверсты твоих речей, Где вся семья любит твоей сыны. Блажен тот дом, где муж, родной с женою, Твоя любовь связала тесно, И твой дар спасения видят перед собою, Твой дух храни, крик, на путях земных. Тебе прильнули верными сердцами, Добрее, скорбе, счастье и нужнее. Прибыть к тебе всегда, стремятся сами, Тебе служить, им радостно весь мир. Блажен тот дом, где на руках молитвы, Тебе приносят маленьких людей, Где с ранних дней искать тебя привыкли, Со всякой скорбью и нуждой своей. Где с умилением принимают слово, Где с рекоманье песни не поют, Где пред тобой стоять всегда готовы, Где твое имя постоянно чтут. Блажен тот дом, где ты во всём мигаешь, Где разделяешь радости и плачь, Где в торжестве участие принимаешь, И где в болезни ты единый брат, Где управляет всем твоя десница, Где все идут твоим святым путём. Туда, откуда ты в наш мир явился, И нас направил в чудный вечный дом. Нет небесная, а богата, Несмертным царским серебром Есть слитки неземного слада, И я наделюсь своим добром. Делюсь с увечными, глупыми, Слежащими на самом дне, Делюсь с убогими, слепыми, Я счастлива, друзья, вполне. Я в линяном пушине хрупком Несу душистый, чудный нар, Несу я в тоненькой скорлупке, И каждый грешник очень рад. Совсем без всяких денег, Даром, сопровищем вдруг овладеть, Подходит молодой и старый, Всяк хочет этот нар иметь. Аминь. Что мне золото бренного мира, Что мне царский удел деканон, Что мне гимны хвалетного пира, Если нет Иисуса за мной? Что мне радости, что мне печали, Что волнение или погод? Отвечу день от ночи и твари, Если нет Иисуса за мной. Без Него Без Него Без Него Без Него Мир похож на пустыню, Без Него Без Него Сердце высушит зло. У воды Я от жажды погибну, Из Него Если нет Иисуса за мной, Если нет Иисуса за мной. Что мне чаша воды кренцыностный, Что мне пробовать славой земной. Не найду себе места под солнцем, Если нет Иисуса со мной Без Него становится время Без Него ничто в брак земной Ни жизнь, ни пассивное время Если нет Иисуса со мной Без Него мир похож на пустыню Без Него сердце не сушит боль У воды я от жажды погибну Если нет Иисуса со мной Без Него мир похож на пустыню Без Него сердце вышит боль У воды я от жажды погибну Если нет Иисуса со мной Если нет Иисуса со мной О, отчизна дорогая Я несусь к тебе в мольбе Видел солнце я вступая Без Него сердце, я не рада Я не рада, я не рада Я не рада, я не рада Я не рада, я не рада Мы не с тобой летаем. К небесам у тебя, к небесам наш у тебя, Мы к родной стране стремимся, Жреб и чуд, и нас помчет. На груди Иисуса грешни, Вечную любовь дойдет. Юночь жизни, рода жизни, Не забудется она. Протекала, ой, очистила, Так прекрасная весна. Дух горел и тель звучала, Я не с бытом сил дышала. Восемь жизни нужно стало, Я, пуль души, К небесам у тебя, к небесам наш путь ведет, Мы к родной стране стремимся, Жреб и чуд, и нас помчет. На груди Иисуса грешни, Вечную любовь дойдет. Будь точили все родные, Образки со мной всегда, Их поступки все благие не ищет. Их поступки все благие не ищет. Их поступки все благие нещет, Их и основат с моим здоровьем Я умрусь вскоре, Боже, Нет, не здесь, Уйду на дно. Небеса у тебя, Небеса у нас тут ведет, Мы к родной стране стремимся, Две речи, И нас нам ждет, На груди Иисуса грешни Вечную любую матью. Иван Леотмарка, 1 глава, 15 стих. Иван Леотмарка, 1 глава, 15 стих. Пришел с 14 стиха. После того, как придан был Иоанн, Пришел Иисус в галерею, Проповедуя Ивангелие Царствия Божьего. И говоря, Исполнилось время, И приблизилось Царство Божие, Покайтесь и веруйте в Ивангелие. Покайтесь и веруйте в Ивангелие. Иван Антонов рассказывал о своем обращении к Господу, Как в апреле 44-го года, Уже в освобожденной от оккупации территории, Он был военным фельдшером. Он обходил дома, Где размещал некоторые военные подразделения, И в одном доме он увидел, На столе лежит Библия. И он спрашивает хозяев, Скажите, а это что такое? Они говорят, Библия. А можно почитать? Когда он читал Слово Божье, И Господь Духом Святым коснулся его, И он обратился к Господу. И стал спасенным человеком. Говоря о спасении, дорогие братья и сестры, Это очень серьезный вопрос у каждого из нас. И Господь говорит, что спасайте души ваши. Терпением спасайте души ваши. Говоря о вопросе спасения, Это очень сложный вопрос. И когда мы говорим об этой доктрине, Мы упоминаем как минимум пять таких аспектов, Которые вытекают одно из другого. И мы коснулись одного аспекта спасения, Это свободная воля человека. Когда мы говорили о позиции евангельских христиан-баптистов, О том, что у человека воля остается свободной, И он вправе избирать или отказываться от Божьего дара спасения. Говорили об учении коленистов, Которые говорят, что воля человека полностью поражена, И он не может избирать ни то, ни другое. Он избирает только зло, Но никогда в жизни он не избирает доброго. Говоря о том, что учение коленистов, И второй вопрос, который мы сегодня затронем, Это предопределение, Предопределение для каждого человека. И этот вопрос в коленисте является самым основополагающим. И он является как бы осью, На которую нанизываются все остальные аспекты спасения человека. Как все-таки евангельские христиане-баптисты, В том числе и наша церковь, Понимают вопрос предопределения или непредопределения. Условное или безусловное предопределение. Когда мы будем говорить об этих вещах, Нужно сказать первое, Что о свободе воли. Если Господь говорит, Вот здесь мы прочитали первое послание, То есть Евангелие от Иоанна, Первая глава, 15 стих, Господь говорит, что покайтесь и веруйте в Иоанн. Следующее место, это Деяние, 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Слова, глаголы, которые здесь говорит Иисус Христос и апостол Павел, Они являются глаголами повелительного наклонения. То есть, если Господь говорит, говорит человеку, Обращается к его свободной воле, Значит, от этой свободной воли Господь что-то ожидает. Она не просто полностью поражена, Тогда человеку не надо было говорить и что-то повелевать. Если мы говорим о покаянии, То это слово звучит как метаноя. Метаноя – слово, что переменить мышление. Подумай об этом совсем по-другому. Когда приблизилось Царство Божие, Господь говорит, Подумай о спасении своим совсем по-другому. Передумай о том пути, на котором ты сегодня стоишь, И покайся, покайся и веру в Евангелие. То есть, первое, что покаяться – переменить свое мышление. А в Деяниях святых апостолов, апостол Павел говорит, Что повелевает, Бог ныне повелевает. Еще это слово обозначает приказывает, наставляет, увещевает. Бог просто приказывает. Приказывает вот в это время, когда люди из времени неведения, Они ведают, они уже знают, потому что Слово Божье пришло к ним. Он повелевает всем людям повсюду покаяться. Если это безусловное предопределение, Зачем вообще тогда людям говорить, призывать их, повелевать им, Совершить действительно важный шаг в своей жизни покаяния. Жан Канвин в своем труде, который называется «Наставление христианской веры», Говорит так, или пишет. Человек, который желает считаться богобоязненным, Не осмелится напрямую отрицать предопределение, Которым Бог одним предназначил к спасению, А других к вечному осуждению. Предопределение мы называем предвечный замысел Бога, В котором Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, Но предназначает одних к вечной жизни, А других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, Мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. Это составляет суть кальвинистического учения. И здесь оно противоречит. Противоречит во многих местах священного писания. Немцы Виктор Селевевич отзываются так. Какими бы красивыми словами, философскими рассуждениями, Человеческой логикой или другим искусством обольщения Не прикрывались последователи кальвинизма, Это учение является пагубным. Пагубным оно заключается в том, Что люди стараются представить Бога, Который определяет одних людей ко спасению, А других людей к проклятию, Отправляя их просто в ад. Посмотрите, какой психологический такой трюк делает Калин. И он говорит, что человек, который желает считаться богобоязнен, Извините, те люди, которые не соглашаются с его учением, Значит, они не богобоязнены. И мы не можем согласиться с тем, Что Бог, являясь Богом любви, И Бог великих действий во Иисуса Христа, Он желает одних создавать для спасения, Для радости вечной, А других, друзья, просто создает. Создает для вечного проклятия, Создает для ада. Мне бы хотелось задать кальвинисту такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Когда ты живешь в этом мире, И тебе, может быть, иногда приходит такая мысль, А вот мама твоя как-то не обращается. Тебе не приходит такая мысль, Что она может быть не предназначена для жизни вечной, Она просто предназначена, Или Бог ее определил, Так создал ее для вечных мук. Ну ладно, может быть, у тебя такие столкновения, Столкновения, недоразумения с твоей тещей, Ты, может быть, о теще так думаешь, Но о матери как ты думаешь? Друзья, кальвинисты представляют Бога таким, Что он создает одних людей просто для ада, Как пушечное мясо, Или как топливо для ада. Мы не можем с этим согласиться. Если мы смотрим, когда Господь говорит, Исайя, 49 глава, 15 стих, Забудет ли женщина грудное дитя свое, Чтобы не пожалеть сына, Чрево матери своей? Но если бы и она забыла, То я не забуду тебя. Божья любовь, Которую мы не можем постигнуть, Она настолько непревзойдена во всех измерениях, И широта, и высота, и глубина, Что если даже собрать всю человеческую любовь, Ее суммировать, Она будет всего лишь как порошинка во всей вселенной, По сравнению с глобальной Божьей любовью, Которая обнимает всю вселенную. Но может ли Бог, Бог любви, Создавать человека, Для того, чтобы в дальнейшем определять его, Создавая, определять его погибель, Отправлять его в ад. Что бы человек ни делал, Как бы он ни молился, Как бы он ни стремился, Что бы он ни происходило в его жизни, Все равно неминуемо он пойдет в ад. Это очень пагубно тем, Что Слово Божие никогда не говорит О фатальном предупреждении людей к погибели, И тем более в Писании нет даже и мысли о том, Что в ад люди идут по тайному и непостижимому, Однако праведному и справедливому Божьему суждению. По тайному и справедливому. Особое противоречие. Удивительно то, что калюнисты говорят, Что есть определенная последовательность спасения человека. Так как у человека есть полностью пораженная воля, То он не может абсолютно ничего делать. Поэтому первое, что человеку необходимо, Это рождение свыше. И независимо от Слова Божия, Как они говорят, Что Слово Божие здесь не работает, Здесь работает только Дух Божий, Бог возрождает человека. И потом уже возрожденный человек, Он совершает покаяние, Обращение к Господу, Обретает дар веры у Бога, И в дальнейшем происходит оправдание. Зададим себе вопрос, Что значит человек рожденный? Что происходит человеком, Который рождается свыше? Человек рожденный свыше, Это уже тот, Который духовно рожден, Уже Дух его из мертвого состояния Стал уже возрожденным, И он стал на свое первоначальное назначение Иметь общение с Господом. Это уже младенец во Христе. Это тот человек, Который крещен уже Духом Святым, То есть Дух Святой Его уже поместил в Вселенскую Церковь, То есть произошло вот это слияние Нового рожденного человека Слияния с Вселенской Церковью. Человек рожденный свыше, Это новая тварь, Ибо древнее прошло, Теперь все новое. Рожденный человек свыше, Если он сегодня умирает, То он непременно идет в Царствие Божие. Об этом говорит Иисус Христос Никодиму, Что человек, который не рожден свыше, Он не может увидеть Царство Небесное, А рожденный свыше, Он уже наследует Царство Небесное. Возникает вопрос, Если Бог, Независимо от воли человека, Родим его свыше, Зачем ему в дальнейшем тогда еще покаять? Зачем ему каяться в грехах, Когда он уже рожденный свыше? И здесь все это меняется, И нет определенной последовательности библейской, И все приходит в какое-то противоречие. Но вместе с тем кальвинисты говорят, Что и оправдывают даже детокрещение. Оправдывают детокрещение, Говорят, что вот крещеные младенцы, Они уже рождены свыше, И в дальнейшем они наследуют Царство Божие. Кальвин в своей этой же книге, В четвертой книге, главе 16, Пишет такие слова. Мы видим, что некоторые неразумные люди Выступают против крещения младенцев, Считая его не божественным установлением, А человеческим нововведением, Вошедшим в обычаи не раньше первоапостольского времени. В связи с этим, я полагаю, Весьма необходимым прийти на помощь людям неученым, И опровергнуть лживые возражения, Которыми эти искусители могли бы поколебать истину. Писание учит, что в нем, в первую очередь, В крещении представлено прощение наших грехов И очищение нас от них, Обречение пролитием крови Иисуса Христа. Итак, теперь, а если теперь спросить, Наблежит ли совершать для младенцев таинство крещения, Как принадлежащее им по повелению Бога, Найдется ли настолько безрассудный человек, Который в ответ будет твердить лишь о воде и видимом обряде, Не обращая внимания на духовное таинство. Если же принять в соображение именно Его, То крещение, несомненно, и по праву принадлежит младенцам. Ибо Господь повелев в древние времена Обрезать младенцев тем самым, за свидетельством, Что делает их причастниками всего представленного в этом знаке. Но если можно и нужно приводить детей к Иисусу Христу, Почему не позволено крестить их? Ведь оно есть внешний знак, посредством которого Иисус Христос свидетельствует о нашем обращении и соединении с Ним. Вполне очевидно, что Господь возрождает младенцев, Которых хочет спасти. Противоречие священным писаниям, что младенцы, Которые не могут отличить правой руки от левой, Они получают возрождение свыше. Возрождение свыше те, которые не обещают Богу Ни добрую совесть, не воздействуя на них Словом Божьим, Получают возрождение. У меня такой интересный вопрос возник к этим людям. Скажите, вот, когда мы понимаем, Что взрослый человек, у Бога есть свое действие, Духа Святого, и взрослый человек приходит к Богу В определенное время. Скажите, ведь не все мы пришли к покаянию в 20 лет, да? Не все мы примирились с Богом. Кто-то в 20 лет, кто-то в 16, кто-то, может быть, в 80 лет Примирился с Богом. У каждого из обращенных людей есть свое определенное время. Почему же кальвинисты крестят детей в определенном возрасте, Младенческом? И почему, допустим, кальвинист решает сам, Сам предопределяет, значит, мои дети, Они все будут предопределены к вечной жизни, Крестя их в воде, И говоря о том, что мои-то дети Точно все предназначены к вечной жизни. А почему же ты не крестишь одного покрестил, а второго не крести? Потому что он, может быть, предназначен к аду. Бог его не сотворил, как другого твоего старшего сына, А сотворил твою младшую дочь для ада. И крести ты ее, не крести, Бог не даст ей рождение свыше, Вот в этот момент младенческого крещения. Друзья, в этом учении кальвинистов Есть особые внутренние геологические противоречия. И они при серьезном, глубоком рассуждении Они действительно видны и противоречат Писанию. На какой же позиции стоят евангельские христиане-баптисты? И в какой последовательности проходит спасение человека? Мы видим, что прежде всего, говоря о предопределении, Мы встречаем всего лишь несколько слов. Первое, что мы можем сказать, что прежде всего Бог предопределил своего единственного сына. Сына для того, чтобы он пришел в этот мир, Для того, чтобы спасти весь мир. Ибо вы знаете золотой стих. Золотой стих Писания Нового Завета, О котором говорил сам Иисус Христос, Что он пришел в мир не для того, Чтобы судить мир, Но для того, чтобы мир был спасен через него. И появилась благодать Божия спасительная для всех человек. Бог не предопределяет одного к аду, А другого предопределяет к вечной жизни. Иногда эта мысль, она нас пугает. Когда я молился долгое время за мою маму, И мне пришла вот такая мысль. Она долго так не обращалась к Господу, И пришла такая мысль к Господе, А может быть она не предопределена к спасению? Меня эта мысль просто содрогнула. Она привела меня в трепет, И я думаю, нет Господи, Я не могу держаться этого учения. Господь сказал, что покаяйтесь и веруйте в Иоанна. Господь пришел также и для моей мамы, Для того, чтобы ее спасти. И это слово, которое я читаю долгое время, И которое живет в моем сердце, Веруй в Господа Иисуса Христа, Спасешься ты и дом твой. Да нет, может быть там надо где-то запятую, И сказать, что сыновья твои, Или теща твоя спасется, А мать твоя, она предназначена где-то туда. Друзья, этой мыслью пользуются часто лукавы, Для того, чтобы разрушить наш внутренний мир, Привести нас, может быть, в какое-то недоразумение, Или в какую-то такую позицию пассивную, Для того, чтобы не свидетельствовать окружающим людям. И не придя, конечно, к той мысли, Чтобы еще крестить детей, А евангельские христиане и бактисты, Они крестят только взрослых людей. И когда мы читаем первое послание Петра, Первая глава, Здесь Петр говорит, что «Знаю, что не длинным серебром или золотом Искуплены вы от суетной жизни, Но драгоценную и кровью Христа, Как непорочного и чистого анца, Предназначенного еще прежде создания мира, Но явившегося в последние времена для нас». Вот оно самое главное предназначение. Предназначение для земли, для каждого человека, Чтобы Господь пришел. Пришел на эту землю для того, Чтобы вот всех грешных людей Представить так и работать так Духом Святым, Для того, чтобы они все-таки Могли обрести вечную жизнь. Когда мы читаем послание Апостола Павла Коринфина, Вторая глава, пятый стих, Там апостол Павел пишет, что Зная, что когда наш дом, Эта хижина разрушится, Мы имеем от Бога жилища на небесах. На сие самое и создал нас Бог, И дал нам залог Духа. Бог создает человека не для ада, друзья. Любого человека Бог создает для Царствия Божьего. Вот согласитесь, матери, многодетные матери, Вы рождали своих детей одного за другим, И всегда в ваших планах, в ваших мыслях, В вашей молитве Господу, Всегда вы говорите, чтобы этот ребенок был спасен. Даже со времени его зачатия, Вы молитесь, чтобы он в дальнейшем имел спасение своей души. Когда родители приносят на молитву сюда своих младенцев, Ни одна мать никогда не молилась о том, Что бы ее дитер стало наследием ада. Нет, друзья. Почему? Потому что в наше естество, даже человеческое, Бог вложил такую мысль, Такую ответственность, чтобы молиться и за себя, И за родных, веровать в Господа Иисуса Христа, Чтобы спаслись все люди, без исключения. Итак, последовательность, Как все-таки мы понимаем, Что человек может получить спасение. Первое, это слышание Слова и действие Духа на сердце человека. Человек, обладая свободной волей, он слышит Слово Божье, Как написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда Дух Святой всевозможными, разными образами, Он воздействует на совесть человека, Воздействует на волю его, человек прислушивается, Дух Святой побуждает его к обращению, к покаянию, И тогда уже человек делает шаг навстречу Господу. Когда мы читаем послание Весской Церкви, Первая глава, 13 стих, В нем и вы, услышавши Слово Истины, Благовестование вашего спасения, И уверовавши в Него, Запечатлены обетованным Святым Духом. Первое, услышавши. Мы слышим Слово Божье. Для чего же все-таки оно послано? Оно послано для того, чтобы пробудить наш Дух, Пробудить нашу совесть, Пробудить нашу свободную волю, Для того, чтобы услышавши, Мы могли принимать решение. Принимать решение на основании того, Что Дух Святой обличает нас, Что мы являемся грешными людьми. И лишь только после этого происходит наше покаяние. Покаяние и наша вера. Иногда в некоторых местах Священное Писание Мы видим, что вера стоит впереди, А покаяние следует за Ним. Иногда мы видим, что покаяние впереди, Вера впоследствии. Но так или иначе, наверное, Здесь трудно где-то отличить. Первое место это Деяние, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь, И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа для прощения грехов, И получите дар Святого Духа. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Не медлит Господь исполнением обетования, Как некоторые почитают умедление, Но долго терпит нас, Не желая, чтобы кто погиб, Но чтобы все пришли к покаянию. То есть человек, слыша Слово Божье, В его сердце появляется это желание Обратиться к Господу, Потому что он понимает, Что он погибший грешник. И когда мы читаем 39-й Псалон, Мы там видим эту последовательность, Которая даже в Ветхом Завете прослеживается. Твердо уповал я на Господа, И он преклонился ко мне, И услышал вопль мой. Здесь мы видим последовательность. Сначала вера, Потом вопль, Или покаяние человеку. Извлюк меня из страшного рва И стенистого болота, И поставил на камни ноги мои, И утвердил стопы мои. Мы видим определенную последовательность. Нет, друзья, Не прежде всего рождение свыше. Если человек рожден свыше, А зачем ему последующие уже шаги? Потому что все уже позади, Уже новая тварь, Уже древнее прошло. И вот когда мы смотрим На все эти места Священного Писания, То мы видим, Что есть определенная последовательность. А вот в дальнейшем, Когда человек уже был осужден Словом Божьим, Когда он пожелал покаяться И покаялся, В ответ на искреннюю молитву покаяния, Бог дает и рождение свыше. Потому что Христос В беседе с негодимом Говорит, что должно вам родиться свыше. Кто не родится от слова, То есть от воды и духа, Вода подразумевается как слово Божье, От воды и духа Не может увидеть Царство Небесное. Вот здесь, друзья, И совершается новое рождение. Здесь и новая тварь, Потому что человек, Он уже осознал себя грешником. И в ответ на искренность его вопля, Вопияния к Богу, И Бог дает ему рождение свыше. В дальнейшем происходит оправдание, В дальнейшем происходит и следующий процесс Освящения, То есть воля Божья. Когда мы читаем послание Римлянам, Восьмая глава, Мы видим, Притом знаем, 28 стих, Притом знаем, что любящим Бога, Призванным по Его изволению, Все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, Тем и предопределил быть подобным Образу Сына Своего, Дабы Он был первородным Между многими братьями. То есть Господь призывает любого. Ибо любящим Бога призванным по Его изволению, А изволение Божье призывает всякого человека. Ибо Господь сам говорил, Что придите ко мне все, Труждающиеся и обремененные, И я успокою вас. И тогда, когда эти люди призваны, Призваны по Божьему изволению, И когда они откликнулись на этот Божий призыв, Написано, И кого Он предузнал. То есть Бог живет вне времени. Он знает наперед, Что будет через тысячу лет, Что будет через миллионы, миллионы лет. Он все знает, потому что Он вне времени. И Он видит, кто откликается на Божий призыв, И тем Он предопределяет. Предопределяет быть подобным образу Сына Божьего. То есть быть похожим на Господа Иисуса Христа. Такой процесс, который происходит в жизни всякого человека, Который слушает Слово Божье. Поэтому, когда мы читаем 10 главу, Там написано, Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сначала призыв. Человек призывает имя Божье, А потом он спасается. Но не тогда, когда он спасен уже, Рожден свыше, А потом он начинает уже призывать. Тогда он уже начинает каяться. Но кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, Как написаны, как прекрасны ноги благовествующих мир, Благовествующих благое? Но не все послушали благовествование. Не все послушались. Но Господь всех призывает. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверен слышанному от нас? И так вера от слышания, А слышание от Слова Божьего. Поэтому прежде всего Слово Божье. Живо и действенно оно проникает до разделения души и духа, И сует намерение и помышление сердечным. Оно прежде всего действует. Потому что рождение свыше происходит от Слова и Духа. В таком очень мудром содействии Господа, Когда Слово и Дух вместе производят свою работу в сердце человека, Чтобы он нуждался во спасении. И тогда он кается, и тогда он обретает это вечное спасение, Которое Господь дарует ему. Поэтому сегодня, говоря о предопределении, Мы видим, что Бог предопределяет всякого человека ко спасению. Но почему не все люди спасены? Потому что не все откликаются на его Божий призыв. Потому что у человека есть свободная воля. Предлагаю тебе жизнь или смерть, благословение или проклятие. Что изберешь? И в зависимости от этого, Человек уже определяет свою будущность здесь на земле, И более того, вечность. Сегодня, когда мы являемся уже детьми Божьими, Прежде всего, наши сердца очень благодарны Богу за то, что мы спасены. Потому что Бог настолько влиял на наше сердце, Работал Духом Святым. Кто-то из верующих людей пришли и рассказали нам Слово Божье, Рассказали о планах Божьих спасения всякому человеку. И мы должны благодарить Бога. Благодарить за себя. Молиться за родных и близких, чтобы и они пришли к Господу. Чтобы молиться и проповедовать Слово всем людям, Независимо от того, принимают они, не принимают. Но видя во всяком человека потенциального спасенного человека. Никогда, чтобы лукавый не зародил нам мысль. Этому я не буду говорить. Потому что он предопределен к адам. Чтобы никогда эта мысль не посещала нас, Когда родные и близкие, может быть мы молимся за них уже десятки лет, А они не обращаются к Господу. И может быть кто-то подумал, А вот кальвинисты правильно говорят. И махнул рукой на своего родного и близкого, На свою гравинушку и говорит, не буду больше молиться. Он предопределен к адам. Друзья, пусть Бог сохранит нас. От этого пакубного учения, Которое в дальнейшем мы рассмотрим еще Три определенных аспекта спасения. И мы увидим, что действительно оно ведет к очень серьезным проблемам. Когда люди принимают это учение. А это учение вот уже как бы в церквях нашего СНГ, Оно набирает все больше и больше сил. И мы видим, что большое расхлаждение происходит в церквях и в умах человека. Говоря, что если я спасен раз и навсегда, Если я предопределен к вечной жизни, Ну здесь я где-то расслаблюсь на десяток лет, Все равно Бог меня приведет к спасению. Что бы я ни делал, все равно я предопределен к вечности, И независимо как я грешу, Независимо что я делаю на земле, Все равно мне предстоит вечная жизнь. Поэтому, братья и сестры, Читая Слово Божье, мы видим, что такое происходит, И это пагубно. Сегодня я призываю нас к молитве благодарить Бога За то, что Господь дал нам спасение, Дорожить этим и прославлять нашего великого Бога. Аминь. Дорожить этим и прославлять нашего великого Бога. Словися, Господь, мою смысл. Слово Божье, 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 Господь, мою смысл. Моя моритва да скрепится, Так вирьем от алтаря, И жертва сердца воскурится Огнем любви кем-то рая. Тебя, я, Боже, умая, Прости, что согрешит твой рак, Я на Тебя крышу повалю. Дай силу мне быть я отца. Тебя, я, Боже, умоляю, Прости, что согрешит твой рак, Я на Тебя крышу повалю. Дай силу мне быть я отца. Так славь. О, укрепи меня, спаситель, Закон и истины сильней, Мой Бог, о моих путей правитель, Не плей слова души моей. Может быть, сегодня кто-то находится в собрании, Которое нуждается во спасении. Ну, нуждается в покаянии, Поэтому сегодня есть это время, Время обращения к Господу. Пожалуйста, если Господь коснулся Духом Святым, Вашего сердца, и Вы принимаете решение идти за Богом, Пожалуйста, Вы можете это выразить в стуху. Пройдем вперед для того, чтобы молиться и уповать на него. Пожалуйста, присаживайтесь. На постоянном месте жительства, Тяжело больны. Мой муж Петр прикован к постели. У меня обнаружили рак легких. Во имя Господа просим, помолитесь о нас, Чтобы Господь дал нам духовных сил, Все, что предназначено Господа, Перенести и окончить свой жизненный путь В вере и уповании на Господа. Да благословит Вас Господь. Вера и Петя Пегиды. Вот такая просьба еще. Пожалуйста, у кого есть прийти в церкви, Передайте. С чернолока, примерно. И от нашей церкви просим передавать сердечный век. Закончим молитв. Господь, мы благодарны Тебе за то, что это время Мы могли быть вместе, чтобы прославлять имя Твое Святое. Возвеличивать Тебя, великого Бога, за спасение наших душ. Уповать на Тебя, Господь, и молиться за родных и близких. Благодарить Тебя за наши семьи, Господь. Благодарить Тебя за тот порядок, за то устройство, которое Ты даешь наших семьях. Где еще, может быть, нет порядка, где нет еще устройства, мы просим Тебя, чтобы оно было. Просим Тебя, чтобы Ты благословил также и брата Петра Филипповича, и Перу Дмитриевну. Сейчас, когда они в таком пограничном состоянии, уже близки к переходу, в этих испытаниях, в этих трудностях, Господи, при этом диагнозе, мы просим Тебя, чтобы они остались в вере, чтобы остались также верны Тебе, в уповании на Тебя, что Ты для них предназначил прекрасную вечность. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил также и детский христианский лагерь для неверующих детей, чтобы дети, придя сюда, в Дом Божий, они могли слышать Слово Твое, научаться, иметь, Господь, также благоговение в Доме Твое. Мы просим Тебя за тех наших братьев и сестер, которые будут работать с ними, благослови их. Дай им мудрости, дай, Господь, им любви, дай умения, как правильно наставлять этих детей. Начинается рабочая неделя, мы просим Тебя, благослови все наши хождения, все наши мысли, все наши дела и работы, храни от лукавого, храни от всяких травм, от несчастья, от всяких происшествий на дорогах. Молим Тебя, чтобы наши души принадлежали Тебе. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общине Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь.